Сегодня в выпуске «Доступ к небу» ростовские студенты получили профессиональное предложение от крупной авиакомпании. Чтобы стать нашим сотрудником, основное требование – это профессионализм и желание работать. Объявлением «Здесь не место» ростовские власти начали борьбу с нелегальной рекламой по методу изобретательных китайцев. Я считаю, что должны висеть объявления только там, где им отведено место, то есть на стендах специальных. Сам себе художник, автор настенных рисунков на Нахичеванском рынке прославился на всю страну. Победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Игорь Малолкин, город Ростов-на-Дону. Через Ростов пройдет новая железнодорожная магистраль «Москва-Адлер». Из полутора тысяч километров путей более трехсот протянутся по территории Донского региона. Предвижной состав сможет развивать скорость свыше двухсот километров в час. Это позволит в разы уменьшить время поездки. К примеру, из столицы до конечной станции путешественники доберутся всего за восемь часов. Для сравнения, сегодня, чтобы преодолеть то же расстояние, в среднем требуется 27 часов. Первый вице-президент российских железных дорог Александр Мишарин призвал всех участников проекта начать процесс резервирования земель, необходимых под магистраль. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, некоторые участки находятся в собственности у частных лиц. Поэтому вести работу в этом направлении нужно корректно и строго по закону. Некоторые вопросы ускорения реализации проекта зависят от действий на региональном уровне. Как показывает практика, решение вопросов по земле занимает много времени. Поэтому нужно немного опережать события. Эксперты прогнозируют, после запуска новой магистрали, экономический рост всех отраслей области увеличится на 5%. Это повысит инвестиционную привлекательность региона. Возможностей попасть в большую авиацию у молодых специалистов станет больше. Как выпускникам вузов получить доступ к небу, обсуждают руководители Донавиа и Донского технического университета. Поспособствует трудоустройству новоиспеченных инженеров строительство аэропорта вблизи Ростова. Южный Хаб сможет принимать намного больше рейзов, а значит и штат сотрудников авиакомпании будет расти. Впрочем, уже сейчас у многих работников компании на руках диплома ДГТУ, отметил гендиректор Донавиа. Чтобы стать нашим сотрудником, основное требование – это профессионализм и желание работать. Поэтому, естественно, я надеюсь, что в таком прославленном вузе такие люди есть, поэтому у них есть все возможности стать сотрудником. Мы постоянно набираем людей на различные направления нашей работы, и я знаю, что много выпускников у нас работает. Растить поэтапно квалифицированных специалистов совместно с вузом авиаперевозчик готов. Сейчас обсуждаются первые шаги в этом направлении. В университете предлагают построить процесс подготовки кадров, по примеру, медиапарка «Южный регион», совмещая обучение и производство. Как это работает на практике, продемонстрировали на факультете медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Дни пиар на юге уже пятый год собирают в Ростове менеджеров, желающих эффективнее продвигать свои проекты. Столичные гуру маркетинга и специалисты в области связи с общественностью второй день подряд открывают участникам форума на первый взгляд простые истины. А они частенько ускользают от уставших глаз пиарщиков. Я сегодня буду рассказывать про социальные медиа. Мы, собственно, поговорим о том, почему этот канал так важен в современном маркетинг-миксе, о том, чем он отличается с точки зрения тональности способов коммуникации от других каналов. Поговорим о том, как правильно построить стратегию присутствия вашей компании, вне зависимости от того, B2B это или B2C. Сегодня второй день форума. Специалисты в области маркетинговых коммуникаций уже научились пользоваться здравым смыслом при продвижении того или иного продукта и узнали основные методики создания идей. Я буду рассказывать про то, как делаются интегрированные компании, то есть компании, объединяющие онлайн-компонент, оффлайн-компонент, и как они должны склеиваться здравым смыслом, который как раз-таки со здоровым скепсисом подходит к тому, как это все будет работать. Впереди у участников четвертый блок и немало новых открытий. Подробности смотрите в дневниках форума на телеканале Ростовно ТВ и РБК Южный регион. Беспорядочные расклеенные объявления портят облик Ростова, пришли к выводу власти города и придумали еще один способ борьбы за порядок. А точнее, позаимствовали технологию у китайцев. Теперь за очистку столбов, витрин и фасадов зданий взялись работники специального центра. Они ставят телефоны, указанные в объявлениях, на беспрерывный автодозвон. Номер нарушителя блокируется на период от нескольких минут до нескольких суток. Впервые такой способ опробировали в 2003 году в Пекине. Результат превзошел все ожидания. Впоследствии китайский метод взяли на вооружение и европейские города. В России эту систему использовали в Курске. Эффективность составила 96%. Это настолько некрасиво. Эти обрывки висят. Объявлений. Я считаю, что должны висеть объявления только там, где им отведено место. То есть на стендах специальных. Какие-то трибуны, чтобы туда вешали объявления, а не развешивали на зданиях, на остановках. Запретить, наверное, выдать какой-нибудь закон, который запрещает клеить объявления хотя бы на столбах. Или сделать больше мест, где можно развешивать объявления. Новая технология борьбы проста. Сначала незаконные объявления фотографируют, затем контакт заносят в базу автодозвона. При этом расклещика информируют. Вы несанкционированно размещаете объявления и портите городское имущество. Уже в мае проект начал работать в Ростове. В социальных сетях появились группы «Красивый город без объявлений», куда интернет-пользователи выкладывают фото. Сейчас в работе находится более 500 рекламных листовок. 60 абонентов отметили, что готовы снять свои объявления. Каламбур слов, но Слава к художнику-самоучке пришла благодаря Славе. Он же Славик и друг по цеху. Стал героем первой уличной росписи Игоря Малолкина ради забавы. Но потом шутовство превратилось в серьезное увлечение. А почему везде написано Славик? Ну, Славик – это грузчик. Он давно работает на рынке, 15 лет. Я его изображаю часто на тачках, да. А, поэтому его изображения много везде? Да, бренд. Переулок Малолкина, что расположен на Нахичеванском рынке, в Ростове знают уже многие. Пестрые стены сараев и хозпостроек превратились под кисти художника в настоящую картинную галерею. А совсем недавно о творчестве Донского самоочки узнали во всей стране. Победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Игорь Малолкин, город Ростов-на-Дону. Здравствуйте, я художник пролетарского района, рынка, города Ростов-на-Дону, Малолкин, Игорь. 530 квадратных метров цветных росписей с гипса на территории рынка. А вам «Слабо»? Кроме легендарного Славика, изображенного в карикатурном стиле, по настенной живописи Игоря Малолкина можно изучать и историю донской архитектуры, правда, фрагментами. Это Нахичеванский рынок, 19 век. То есть, весь этот рынок, это все с фото, с старинных фото. Это был вход в рынок в начало 20 века, Нахичеванский рынок. Вот местной павильон, он и сейчас стоит, вот он у нас. Впрочем, главные герои железных холстов – это коллеги на фоне местных пейзажев. Другие художественные истории просто не заинтересовали бы местных, признается Малолкин. Они-то и есть главные ценители его искусства. Неразделена любовь. Он в Ростов не хочет переезжать, торговать зеленью. И вот он в цене такой казак, красивый, молодой вид казака. И вот она осталась, 52-летняя казачка, разведенная в Довушку. И он сватается. Такой драматический. А это уже местная антикварная лавка. Заметив успех уличных работ мастера, хозяин рискнул и доверился экспромтному вдохновлению художника. Теперь это здание занимает второе почетное место на рынке по популярности. Бесподобно вообще-то. Великолепные барельефы. Даже люди останавливаются и фотографируются с этими барельефами. Еще одна творческая нотка, которая раскрылась у художника уже после участия во всероссийском конкурсе. Резьба по дереву. Все персонажи реальные. Как говорит художник, полностью отражают их сущность. А это уже экибаны на холстах. Главное в них – это донская тематика. И это еще не все воплощенные идеи, признается художник. Совсем скоро о своем творчестве Малолкин собирается заявить на всю Европу. Как? Секрета не раскрывает. Чтобы не спугнуть удачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова